На библейский портал Экзегет поступил вопрос, почему в людях так сильно веры в различные приметы. Есть такая хорошая поговорка, святое место пусто не бывает. Если сердце не занято Богом, то вера все равно какая-то будет. То ли это суеверие, то ли еще какие-то поводы для того, чтобы свое собственное сердце отдать во власть другим взаимоотношениям с миром потусторонним. Но, к сожалению, большому современный человек не хочет общаться с Богом, ему проще уповать на какие-то обстоятельства или проще искать проблему где-то в другом месте. Я сейчас что-то вспомнил, была одна знакомая девочка, над которой я подшучивал, знал, что она собирает всякие приметы, записывает их в тетрадочку. Я периодически подшучивал, что-то придумывал, пока был маленький, и говорил, что такая примета существует. Через несколько дней после моей шутки она мне уже эту примету рассказывала, и я понял, что она ее благочестиво исполняет. Хотя это было в то время шуткой, но на самом деле так с человеком и происходит. Ведь проще всего обвинить черную кошку, проще всего обвинить какую-то цыганку, которая тебя прокляла, или какую-то порчу тебя не было. Проще всего сделать крайним человека, а не решать внутри себя проблему. Поэтому с приметой проще, с приметой, ну так все, там пальцы крестиком сложил, кто-то зодом прошел, и все проблемы решены. А с верой нет, с верой нужно внутри себя копаться и разбираться со своим собственным сердцем. Поэтому если проще, то лучше с приметами. Но если сердце занято Богом, то никакая гадость в сердце никогда не поселится. Если в сердце Бог, то человек никогда не будет верить в черную кошку. Вот по этому поводу есть прекрасная фраза у апостола Павла. Смотрите, говорит апостол. Братья, чтобы никто не увлек вас в философии и пустыми обольщениями по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Вот так вот. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok